Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. По долгим-долгим запросам вы просили меня снять видео дорого vs. дешево. В общем, я так посмотрела, сначала думала, что снимать, для дорогой косметики надо набирать, а потом пошуршала по сусекам, у меня, оказывается, есть. В принципе, относительно дорогая косметика, можно попробовать. Есть, ну, как бы, не относительно даже, а конкретно дешевая косметика, а с фикс прайса в основном, с алиэкспресс. Так что давайте не тратить время, а будем экспериментировать. Для начала мы возьмем базу. Базу здесь будет у нас дорого, здесь будет у нас дешево. Базу я буду использовать от Make Up For Ever. Вот такая вот база. Это я еще, когда училась на мейкапера, я, как бы, покупала себе Make Up For Ever. Здесь у меня будет несколько продуктов. И на дешево мы будем использовать Blue Cream Faberlic. Цена у них, вот, по-моему, около 400 стоит вот Faberlic, и полторы тысячи, по-моему, стоит мейкап вот этот вот. Я не помню, говорю примерные цены, если кто-то знает точно и можете говорить. Давайте начнем с дорогого. Мы нанесем базу. Такая достаточно плотная. Она должна подсохнуть еще, наверное. Она такая какая-то жирноватая, прям, как будто с маслами как-нибудь. На вторую мы возьмем Faberlic. То у нас прозрачное, это у нас белое. Ну, ощущения, кстати, под рукой точно такие же. Жирновато, как будто с маслами. Наверное, тоже надо дать поцепить. Запах у Make Up For Ever приятнее. Дальше BB Cream. Мы будем BB Cream использовать от NYX. Я его покупала, по-моему, он стоит около 800 или 1000 рублей. Точно не помню. А на вторую мы будем использовать Fixed Price. Думаю, что так же дешево можно отнести сюда Maybelline. Maybelline достаточно хорошее средство. Но так как давайте сделаем более такой разненный. Если дешево, то дешево. Если дорого, то, ну, как будто что есть. Поэтому мы будем использовать NYX на левую сторону. Я как-то говорила уже, что мне NYX нравится, потому что, в отличие от многих BB Cream'ов, которые я брала, у них есть цветовая гамма. Достаточно такой, блин, выдавила, так выдавила. На правую мы... В общем, есть выбор в цветовой гамме. Теперь мы нанесем Fixed Price. Fixed Price я уже пробовала. Он достаточно водянистый, что мне не нравится. И не скрывает недостатки вообще. И у него запах, знаете, как вот балет, только растворенный. То есть не такой, как у балет, явный запах, но есть привкус. Ну вот я не знаю, видно или нет, но мне от NYX больше нравится эффект. Дальше мы будем использовать пудру. Из дорогой серии. Значит, смотрите. У меня есть Make Up For Ever пудра, но она прозрачная. Я думаю, что это не будет считаться, потому что в дешёвой я собиралась использовать... Ну, то есть у меня есть, смотрите, пудра просто рассыпчатая Make Up For Ever. Стоит она тоже, по-моему, около полторы тысячи. Я не помню. У меня всё кажется до полторы тысячи. Vivienne Sobo есть у меня. И есть пудра от Max Factor, моя любимая. Она стоит тысячу. И вот я думаю, чтобы было более тогда, мы спонжиками используемся и будем пользоваться вот. Одинаковые цвета у нас есть. И у нас в дорогую пойдёт Max Factor пудра, а в дешёвую пойдёт Vivienne Sobo, потому что она дешевле в два раза. Мы забудем... Ой, стойте! А консилер? Консилер дешёвый мы будем использовать от Faberlic. Что мне не нравится в Faberlic, что он прям вообще в цвет тонального. Faberlic стоит, по-моему, около 100 рублей. 100-150. А в дорогую мы будем использовать мой любимый Мислин в номере 14. Я его обожаю, я его покупаю. Он стоит около 500 рублей. 490 где-то. И он светлее идёт. Что нравится, что он высветляет область вот эту вот под глазками. И он более плотный. Видите, да? Здесь разница уже видна. Дальше мы берём пудру. То есть, давайте начнём с тейшовой, с Vivienne Sobo. Мы припудримся. Это натуральный тон. Он практически вот тон в тон моего лица. Он не должен быть ни темнее, ни светлее. Он вообще полупрозрачный такой. То же самое мы сделаем другой стороной. Max Factor. Max Factor вообще я очень люблю. Я уже покупаю его несколько лет. Потому что он идеально замазывает всё для камеры. Вообще супер. И даже бывает, если не успеваю воспользоваться бибикремом или ещё чем-то, то Max Factor просто меня спасает. Он как и консилер под глазки замечательно. Синики убирает. Можно также кисточкой наносить его. То есть, Max Factor я очень люблю. Вот что у нас получается. Дальше мы будем делать контуринг. Контуринг я воспользуюсь Make Up For Ever. Опять же, палеточкой своей. Состоит она из двух. Тёмный и светлый. Здесь цвет достаточно тёмный. Я брала его для того, чтобы делать такой скульптинг конкретный. А из дешёвого мы возьмём... Давайте возьмём вот... Мебель я не нашла свою. Он тоже недорогой. Но мы возьмём вообще вот это вот за 350, где-то 400. Это Essence. Вот такую здесь. Они по цвету немножечко подойдут, наверное. Но Essence будет чуть светлее. Но у меня нет другого, поэтому воспользуемся этим. Сделаем слабенько, что там, что там. Точки, где я наношу обычно. И с другой стороны возьмём Make Up For Ever. Ничего сказать про это не могу, потому что Make Up For Ever достаточно тёмный для меня. Я жду, пока я подзагорю, чтобы им пользоваться. Ну, как-то, мне кажется, он по умолчанию хорош. А вот что касается бюджетных каких-то вещей, надо пробовать. Ну, вот, например, я ничего такого плохого вот... Ой. Не увидела. Essence. Просто главное цвет свой подобрать и всё. Ну, вот, смотрите сами. Мне здесь трудно уже судить. Мне одинаково, честно говоря, все эти вещи. Главное цвета вот подобрать, потому что бывает часто оранжевинкой какой-то отдают или ещё что-то. А мне хочется более натуральное, чтобы была тень, и я всё ищу такой цвет. И пусть она будет бюджетная, главное, чтобы был немножко с сиротцой. Так, давайте дальше. Дальше у нас будет... Дальше у нас будут тени. Тени я буду здесь использовать от Maybelline. Около 800 рублей эта палетка стоит. А сюда я буду использовать от Fixed Price. Мы возьмём идентичные розовые цвета и нанесём на всё веко. Я не знаю, Гаша, какие-то... Что другие используют блогеры. Я не смотрела вообще, вы дёшево и дорого. И я не знаю, может быть, я даже неправильно что-то снимаю. Но я снимаю просто, как я это вижу. Накрасить, да, и сравнить своё мнение, сказать. Может быть, надо было посмотреть кого-нибудь, но у меня просто не было времени. Я бы с удовольствием посмотрела. Так, мне нужно зеркало, чтобы заценить блеск и все дела. Ой, смотрите, очень красиво. Мне нравятся тени от Express, которые... Они очень блестящие, очень пигментированные. Они такой прям розовый, конкретный, как там. А что касается вот этих, здесь тоже с блеском немного идёт, да, как они называются, сатиновые, но более натуральные. Я бы даже сказала, ну да, натуральные более. Но и не настолько они блестят, как эти. Более натуральные, нюдовые прям, да. И теперь возьмём тёмные. Такой вот кисточкой для растушёвочки. То тёмные мы возьмём тоже отсюда. А отсюда тёмные какие я планировала брать? А я не планировала больше брать. Да. Не будем тёмные брать. Будут вот такие. Потому что нет у меня тёмных, походу. А, я хотела, наверное, взять. А, нет, они примерно в одну кладу. Ладно, не будем брать. Ну, вот что касается теней, да. Ну, цвет, конечно, более какой-то дорогой здесь, да. Здесь, может быть, видно даже, что он какой-то яркий, перламутровый, слишком слишком. Давайте теперь возьмём тушь. Тушь дорогую я буду использовать от PIK Cosmetics. Она стоит где-то полторы-две тысячи в этом районе. И будем использовать тушь обычную. Я её купила за 88 рублей или 99 в Галамаркте. Значит, что здесь нужно сделать? Сам смысл. Что? Здесь мы просто красим тушью. А вот здесь мы просто, знаете, как усилитель. Я не знаю даже, честно говоря, оно играет вот так роль. Это правильно или нет? Мы можем использовать здесь любую тушь, хоть за 100 рублей, да. Просто для того, чтобы покрыть веснички немножко. Ну, то есть, да, и сделать эффект, потому что, ну, нужно на какую-то тушь наносить. PIK Cosmetics вот тут состоит из двух таких вот тушей, как бы, да. В одной у нас идёт такой гель чёрный, а в другой специальные частички. Ну, и мы сравним просто, насколько у нас всё изменится, ситуация. Мы наносим сначала гель. Распределяю реснички. Затем мы наносим специальные частички микроволокна. Ну, и снова закрепляем на нашем гель. Вот. Эта тушь вообще очень классная для тех, у кого, знаете, такие ресницы короткие, смотрят в разные стороны. То есть, может быть, все мало объёма. Вот это очень классно, потому что, ну, как бы, с одного раза сразу, сразу глаз становится более открытый такой. И выравнивается за счёт геля, за счёт массы выравниваются реснички все, одна к одной становятся. Вот. Ссылку я, кстати, на них оставлю. И всё. Последняя у нас осталась помада. Мы будем использовать помаду от PIK Cosmetics. Стоит она 900 рублей. И будем использовать помаду от Faberlic. Это обе красные и обе, по-моему, матовые помады. Вот. Давайте нанесём сначала PIK Cosmetics. Вторую половинку мы накрасим от Faberlic. Такого же цвета практически. Чуть-чуть цвета отличаются, но очень сложно мне подобрать. В цвет, в цвет. Ну, что я могу сказать. Матовые помады, они все хорошие, в принципе, да. Но чем мне нравится PIK Cosmetics? Тем, что они быстро высыхают и не оставляют никаких следов. В отличие от других помад матовых. Вот. Все возможные ссылки, которые будут на PIK Cosmetics, обязательно я оставлю. А, самое главное, хайлайтеры. Дешёвый мой любимый хайлайтер. Это вот. И хайлайтер от Becca, который стоит около пяти штук. Давайте нанесём. Becca хайлайтер. Ти-ри. Конечно, как же без хайлайтера вообще? Сма сошла, забыла. Он бежевенький. Это у нас Moonstone цвет. Один из популярных красивых цветов. Так. А на другую мы нанесём тоже бежевенький. Но из Алиэкспресс. Я ссылки тоже оставлю на него. И честно говоря, я вам так скажу, что для меня особой разницы нет. Я обожаю вот этот вот. Ой, куда-то я уже пошла не туда наносить. Вот, смотрите. Я обожаю вот этот вот хайлайтер бюджетный. Ссылку на него оставлю. Также оставлю ссылку на помаду, которая мне очень нравится. Оставлю на тушь, которая я считаю замечательная. Что ещё я могу оставить? В общем, все возможные ссылки я оставлю. В общем, вы сами видели, да? Брови я не трогаю. Брови у меня татуаж, с которым я очень счастлива. Скоро я вам сниму видео. О всех моментах расскажу. Что знаю. Так. Ну, в принципе, и всё. Всё. Ну, судить в принципе вам. Напишите мне в комментариях, какой вам больше нравится. Может, какие-то продукты пробовали вы. И знайте, что они точно крутые. Чтобы девчонки, которые, может быть, ищут что-то, да, они тоже заглянули в комментарии и посмотрели отзывы. Я своё мнение сказала. А сейчас я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok